Я буду говорить открыто, честно. Я только вчера вернулся с Майдана. Мы вчера с Николаем ездили, ну, двое суток мы были в Киеве, 24 часа я тоже был в Киеве. И знаете, что приятно, то есть у меня не было на этих митингах, которые проходили до этого, я знаю, было два митинга, да, и начиналось где-то с двух человек. Смотрите, сегодня уже 1 декабря, сегодня вот в городе Южном, при всем спокойствии, при всем том, что вроде как люди, знаете, как, ну, не то, что там моя хата с краю, ничего не знаю, но все равно, сегодня, видите, выходит уже намного больше людей. Вот, потому что то, что происходит в Киеве, и то, что Майдан собрался под гаслом «Украина-Ца Европа», события, которые произошли вчера ночью, вы все смотрели интернет, я думаю, телевидение, то есть ту грань и тот, не знаю, тот шаг, который сделал Беркут, именно он просто уже, ну, вывел действительно людей, потому что, к сожалению, после заявления оппозиционных лидеров, то есть Майдан мог пойти как бы на нет, потому что они сказали, вы слышали, да, до 15-го года выборы, люди, вы знаете, та атмосфера, которая творится в Киеве, мое личное впечатление, то есть люди уже, уже, это уже власть обрыдла, вот, им уже просто все, они не хотят ждать 15-го года. Тот поступок, который совершил Беркут ночью, когда разогнал мирных студентов, я вам точно говорю, потому что там оставались дети, то есть они не оказывали сопротивления, то, что показывают некоторые каналы, они просто вырывают из контекста какие-то кадры, с других каких-то, там были, естественно, и радикально настроенные псевдо-тетушки, которые мы называем, да, вот, как бы, евро-тетушки, я так сейчас уже называю, потому что люди, есть фотографии, есть, это люди, которые действительно, как говорится, набираются проплаченные, это люди без определенного места жительства, это те люди, которые действительно приезжают за деньги делать там вот такой вот сыр-бор, чтобы спровоцировать Беркут на вот такие вот деяния, вот, поэтому люди уже не будут ждать 15-го года. На сегодняшний день, вот, сейчас происходит митинг, значит, на Европейской площади, на Михайловской площади, то есть там собралось очень много людей, знаю, с Одессы поехало очень много моих друзей, товарищей, я знаю, что из Южного тоже люди поехали, вот, да, и Александр поехал, да, я знаю, вот, потому что здесь находится, конечно, поездка очень сложная, тяжелая, поймите, потому что едешь, получается, никуда, потому что, естественно, нет крыши над головой, ну, я очень приятно, что есть люди, которые присоединяются к этому движению, и, действительно, это все объединяет, объединяет общие, скажем как, мысли, Украина-Ца-Европа, и, знаете, когда говорится такое гасло, потом, когда возникает, когда начинают подхватывать банду ГЭТ и ЗЭКа на нары, люди просто, ну, я не знаю, глаза светятся, то есть там, я вам честно скажу, нет проплаченных людей, то есть люди едут, именно их объединяет одна идея, что они уже устали жить в таком государстве, где нами правит, как говорится, бандитская стая, и мы все на этом, все это мы ощущаем. Да, мы живем в таком регионе, скажем, вот, там, в юг Украины, да, например, там, в восток Украины, да, которая считается, как бы, ну, не то же там пророссийской, но, то есть, больше поддержкой партии регионов. На сегодняшний день мы знаем, что многие члены партии регионов покидают фракцию, то есть, он уже говорит о том, фракцию партии регионов Верховной Ради, то есть, он говорит о том, что ситуация, действительно, уже меняется, что люди начинают просыпаться и начинают думать головой. Вот, поэтому это, как бы, хороший знак, и я знаю, что, чем нас будет больше собираться, чем нас, мы будем объединяться, мы будем отстаивать интересы Украины, отстаивать интересы своей семьи, отстаивать интересы своих детей в будущее, понимаете? Мы здесь стоим, вот здесь мужчина подошел, говорит, а за что вы здесь стоите? Я говорю, мы здесь стоим за Украину, потому что мы хотим жить в свободной стране, мы хотим быть уверены в завтрашнем дне, вот, чтобы суды работали. Знаете, я не буду сейчас заниматься, как бы, демагогией, там, или какой-то, там, как бы, политикой, мы все понимаем прекрасно, то есть, мы здесь пришли именно от сердца. Поэтому огромное спасибо И я думаю, что сейчас кто хочет еще тоже высказаться Пожалуйста, чтобы мы, как говорится, можем просто постоять А можем рассказать какие-то свои как бы веяния Что можно сказать по поводу евроинтеграции Поймите правильно Есть много нюансов Допустим там таможенный союз, есть, допустим там Евросоюз Есть, как говорится, скептики, есть сторонники, есть разные мнения Но поймите, если бы партия регионов не обманывала бы людей Когда она говорила просто в глаза И за пять часов до подписания ассоциации Когда сказали, что они угоду подпишут, а потом не подпишут То есть в интернете пестрит очень много всякой информации Как надавили на Януковича Даже была такая информация, что ему пригрозили физические расправы Потому что мы знаем, что такое Россия Вот, то есть поэтому как бы венялось все То есть они сейчас перекидывают друг на друга Как бы эту вот, ну, ответственность за вот это неподписание Вот, то есть у нас на сегодняшний день, я так понимаю, что в принципе как бы в Киеве Ну, власти нет, они несут ответственность Они перекидывают... Левочкин подал заявление об уходе с администрации президента То есть, ну, действительно сейчас сыр гор И я же говорю, сейчас просто чем больше людей, как бы, будут выходить поддерживать именно эту инициативу Тем, я думаю, что мы его не будем 15-го года Даже это будет до выбора, это будут, в смысле, перевыборы Это будет, ну, я говорю, вот это может случиться просто сейчас Поэтому давайте, ну, быть вместе, поддерживать друг друга Отстаивать интересы Украины Я думаю, что город Южный Сегодня, видите, погода такая, ну, благоприятствует Вот, и огромное спасибо, потому что, действительно, видите, сколько людей вышло Вот, вместе мы сила Так что вот так вот, да Слава Украине! Город Слава!